Привет зритель, освобождаю пространство, затрачивая время на губах сейчас у меня Ифроше серия Гранд Руш Эликсир номер 18772 или 103 Хрен знает, я покупала когда-то давно, это называется лак для губ Да он такой тёмненький А вообще-то обзор будет второго пакета, пустых баночках, поправление плейлиста, съесть и выкинуть Съедобное, несъедобное, тут даже несколько продуктов будут, которые как бы полные, не совсем пустые И что-то из них, ну, совсем несъедобное В общем, если тебе интересно, welcome to hell Да-да, я в курсе, что это Добро пожаловать в ад В тот самый ад, где сатана женщина Отсылка в инферносферат В общем, как бы мне его посоветовала подружка, когда мы с ней как-то были в Ашане Это горчичное масло, высший сорт, пол-литра, нерафинированная горлинка Всё бы ничего, хорошее масло, мне тупо не понравился его вкус Я его покупала за салатов Холодный отжим Не помню, почём И я его добавляю в тесто, когда делаю хлебушек Больше его некуда сувать мне В общем, ну, не понравилось оно мне Если тебе нравится горчичное масло, я тебе советую А если не нравится, то выкинь его нафиг Добавь тесто для хлебушка Помашем ручки, там, не знаю, ещё куда-нибудь сунь Сначала я ему оду превозносила А потом поняла, что мы с ним друг друга не поняли Оно менее мерзкое, чем, допустим, масло рисовых отрубей И менее мерзкое, чем вот эта хренатень Это на Озон покупала масло хлопковое, рафинированное 500 мл Безвкусное практически Но вот если жарить на нём, то чувствуешь вкус еды Если в салат добавлять, то, по идее, тоже чувствуешь вкус еды Но всё равно чё-то чувствуешь, помимо вкуса еды Не знаю, как-то оно, мы с ним не прониклись Я тут немножко на нём сделала Попыталась сделать майонез Но так как чувствуешь только вкус еды То чувствуешь яичко И специи с горчичкой Для этого Для майонеза он не катит Для жарки, ну, сойдёт так Некоторые салаты тоже вкусно с ним А некоторые не очень вкусно В общем, попробовал Спасыбанный надо Вот оно для еды На любителя А вот руки увлажнить самое То оно хорошо, кстати, заживляет мелкие ранки Которые моё животное оставляет Я подумаю, буду я его покупать ещё или нет Но Оно может дожить до сентября Следующего года Но я думаю, оно закончится раньше И что-то я так думаю, что я буду переходить Наверное, всё-таки действительно К подсолнечному пока что маслу Потому что виноградное, которое мне нравилось Лингуа или как-то так Лингуа, хрен его знает Я когда-то покупала за 500 рублей Это целый литр Сейчас оно или есть, или нет Или дороже, я не знаю Но, в общем, я его что-то давно не видела Видела его на озон И после виноградное масло Мне как-то не везло на нормальное виноградное масло Вот то вот это Фаркиони Ничего так было Ну, а вот потом уже как-то не очень Это я тоже покупала на озон Принцесса Вкус Виноградное масло Масло из виноградных косточек Рафинированное 250 мл Сначала оно мне вроде как понравилось А потом такое ощущение Будто его с чем-то ободяжили Может, тут подсолнечное масло И капля виноградного Может, ещё какое-то невнятное масло Жарить на нём нормально Салат, оно Не особо Оно даже пахнет не виноградным маслом Совершенно Каким-то там Ужа и ежа скрестили Вот знаете, как мистер Лик Подсолнечное Или там Альтерас Подсолнечное С добавлением чего-то ещё Вот мне кажется Тут подсолнечное Ещё кучу всего добавили Не советую такое масло Оно Не виноградное явно Но я на нём дожарю Так же, как вот на этом дожарю Хотя тут последнее время Жарила на сале С вином перетопленным Потому что как бы Оно стоит Уже год с лишним Хоть может Всего три года Где-то простоять Но оно стоит Место занимает Надо его доделать Когда-то в аптеке Я покупала Периодически Бальзай С кого там? Сироп шиповника Он стоил 200 с чем-то рублей Последний раз Когда я покупала Это года два с лишним назад Было Этот мне обошёлся За 109 В аптеке Сироп шиповника Вот это вот Я его не разбавляла водой Это вот он такой и есть Он такой сейчас по цвету Он такой сейчас по консистенции Он по составу Сахара Кислотности Я вообще не представляю На кой хрен Сюда добавили В общем Как-то это Я салатушками Морковными Которыми меня угостили Поела С чаем попила Однажды Я ещё при бабушке Делала сироп шиповника Не очень удачно Ну тогда я не знала Как конкретно делать А потом я делала Уже по-моему После бабушки Сироп шиповника На отваре Сушёного шиповника Первый раз удачно Второй раз удачно Третий раз У меня получился сахар Короче Лучше я сама Сделаю Сироп шиповника Чем ещё раз Куплю в аптеке Чё-то вот такое Не советую Не то чтобы выкинуть Можно Чай запивать им Но Так себе То что я В предыдущих роликах Жаловалась И то что я до этого Хвалила Я вчера была в светофоре Больше туда не пойду Потому что там нету Ни черта того Что мне хотелось Ну то что я раньше покупала Купила два пакета Вот этого вот части По 63 рубля Ну 62 с копейками Грубо говоря 63 рубля без копейки Тут 300 грамм Срок годности 18 месяцев Свеженькая 10 октября 2021 года Созданная Вроде всё то же самое Как обычно Упаковка чуть больше Я его вчера заварила Я редко нюхаю Еду Но запах у него Не цикория По виду он тоже Как-то отличается От того цикория И по вкусу Он совсем не цикорий Ощущение что там Ячмень, цикорий И что-то ещё По отдельности Они вкусно Ячмень, цикория Бывает у русского продукта Давно не покупала Не помню как оно Но Как-то оно Даже с молоком не так В общем От безосходности Однажды я его осилю Второй пакетик Может Не знаю Может быть тоже осилю Как он влияет На моё пищеварение Я пока не поняла Таня тут с кольцами Скажи зритель Такому человеку как я Нахрена шесть колец серебряных Со спаси и сохрани Несколько с пианитами Вот ты в телегу мою глянь Несколько просто Вот с такой вязью Вообще Покупала Потому что тащилась От серебра Как сувенир Ходила Так ездила с дикарями Тогда с подружкой По всяким там Православным местам Она православная Глубоко Давно не одевала Кольца года два Наверное не носила Вообще Тут вчера одела Ночью сняла Сейчас вот специально на этот ролик Нацепила их Зацени так сказать Эти кольца Я даже подумала СМР с кольцами Фу блин Бижутерии там у меня нет У меня ювелирка в основном Бижутерию я не люблю Не котирую Короче У меня есть какие-то там Пара бижутерных колец Но одну по-моему Ласта склеила Другое Другое Короче Если хочешь СМР С ювелирной Ювелиркой Дай знать Камент Я как-нибудь запишу Кошку только Так же как сейчас Засунул В коридор Иначе она тут Камеру Со штатива скидывает Если ты любишь цикорий Я вот это Тебе не советую Именно вот в таком формате 300 грамм Оно уже не цикорий Увы И сейчас у меня будет Еще один большой Пакет Озона Полный Вот этих всех Ух ты Баночек Пакетиков От 8 еды Бывшей У меня Закончилось Сухое молоко Безжиренное Полтора процента Жирности Натурально Полезное питание Очень хорошее молоко Я такое молоко И подобное Ему покупала В прошлом году И в этом году На Вайберсе Мне очень нравится Там у них по скидкам Можно очень приличное Молоко урвать Пока по скидкам Но потом Оно становится До хрена дорогое Состав молоко Королья Безжиренное Хорошо Растворяется Я тогда еще Не обладала Китфордом Блендером За 450 ватт Я тогда Или ложечкой Размешивала Или венчиком Икеевским И в принципе Вот венчиком Икеевским Оно хорошо Размешивалось Советую У меня Закончился Альманах Цикорий Натуральный Гранулированный Классический Порошненький Такой цикорий Но он более Цикорий Чем вот этот Покупала Чисто Ну Для сравнения Мне он Мне понравился У меня Закончился Растворимый Цикорий Порошкообразный Ну Чуть лучше Чем вот этот Но хуже Чем тот Который Изначально Был Вот в таком Пакетике У меня Закончились 50 грамм Какао Бобы Целые Обжаренные Иван Поля Они тогда Стоили 50 рублей За 50 грамм На озон Потом они Стали дороже Сделаны Они 30 сентября 2019 Года Я подозреваю Что в 2019 Году Я их покупала Где-то в конце С холодности У них был 12 месяцев Я сделала Из них Ну Несколько штук Чисто так Схомячила Какие-то Сделала Вот Шоколад Самопальный Но он Такой вот Не совсем Такой еще Шоколад Как мне хотелось Бы Не той Совсем Вообще Совсем Не той Консистенции Ближе Так Молотые Как А бобы Спрессованные Но я думаю Что благодаря Биаламиксу Я Сделаю себе То что я хочу Я запишу Это еще На камеру Сделаю Обзором Или Запоткаю Но обзор Я буду По-любому Делать Двух Арахисовую пасту И Кунжут Подсолнечную Пасту У меня тут Шоколадка была Вообще Не знаю То ли кто Подарил То ли я Покупала Шоколадка Короче Какой-то Шоколад Тут по-русски Даже есть Шоколад Полочный С корабельным Белым шоколадом Рождественский Олень Вот Если кто Дарил Напиши Лёля Это я тебе Дарила А ты Не помнишь А если Никто Не дарил Ну значит Никто Не дарил Сама Наверное Покупала Хрен знает Или может Кто-то Другой Подарил Что у вас С Ютубом Никак не связан Вкусная Шоколадка Пакетик Натуральное Полезное Питание Суперфуд Арахис Бланшированный Хороший Арахис Практически Весь Целые Половинки В смысле Половинки Но нет Очень мало Таких Шелламанов Закончился Уже Чего тут Было А что Она вообще Тут делает Это Даже Не еда Это Пакетик От Спортивного Костюма Который Мне подписчица Погорила В брючках Из которого Я до сих пор Шастую Видать Пашевки Сюда Попал Так У меня Закончилось Сейчас Буду Плакать Хлык 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 Пища Вселенская Никитос Вредина А почему Ты только 100 грамм Прислал Не 200 Как мати Не мати Это мати Это и Ебукиты Не 180 Как хоть Зитя Не 250 Как этого Самого Геммантя А всего лишь 100 грамм Мати Мати Хоть у нее срок годности Закончился 28 февраля И она Долго Долго Шла Этим Плыла По Японскому Морю Или какое там Море Короче От Японии До Рашки И еще Месяц Ползла По Рашке От Да По Рашке По Раисе Нашей стране От Владивостока До Углича И пришло Немножко Уже просроченным Ибо вот Долго шло Тогда Япония Была по-моему Закрыта На авиапересылки Не знаю Как сейчас Оно еще Было нормальное И закончилось Где-то Может быть Уже В концу лета И у нее Чуть-чуть Уже Потемнело Посветлело Этот свет И по цвету Оно стало Похожее Немножко Как на Парашную Матю Которую На Вайтбурге Сезон И вообще В России Продают Под видом Элитной Японской По большей части Китайской Порошковый Зеленый Чай Оно все равно Было Бодрящее А не как-то Помойная Дерьмоша Купила Как-то На Вайтбурге В огромном Количестве Отдельным Обзором Обозрела И вот Хорошая Матя Кто бы Еще Задарила А У меня Закончился Чай Харлет Чай Красивенький Такой Кул Шариф Я помню Очень давно Хотела В Казань Именно Тут Вот К этой Штуке Я туда Попала У меня Даже Есть Миниатюрная Такая Фигня Потрясешь Ее Снег Пойдет Внутри И там Вот этот Шар И встает У меня Даже Есть Кайранчик Книжечка Такая Сувенирная В деревянной Такой Штучке Висит В общем Не то Чтобы я Так К исламу К исламу Я нежненько Так дышу Культура Вот эта Кордонская Или как ее там Испания Арабская Вот это Все такое Более нежно Дышу Чем к другим Религиям Которые Вот такие Мировые Ну и Вот этот Вот чай Сам по себе Он конечно Так себе Чай Индийский Черный Байховый Чай Средний Листовой Я люблю Черный Чай Средний Листовой Ну вот Он 50 Грамм То ли на Азон То ли на Вайтбрис Покупала Год назад Когда там Были Какие-то Супер Скидки То ли в Ноябре То ли в Декабре Ну короче Хороший Чай Хорошая Упаковочка Хороший Акул Шарик Хороший Пакетик Из-под чая Ну на самом деле Он не Трупный Листовый Средний Листовой Это мелкий Листовый Поэтому Такой Средненький Но эту Коробочку Можно Снести В сад И сжечь Выски Рерабатываем Листовый Как бы Если Увяжут И будет Недорого Стоит Куплю Хороший У меня Не то Чтобы Закончился Просто Я его Пересыпала На Трюле Марка Такая Да Укроп Сушеный 24 месяца Срок годности Со дня Изготовления Сделан 24 ноября 2020 года 21 22 ноября Мне его Надо Схомячить 250 грамм Я еще Так подумала Когда увидела Этот пакетик Думаю Я же вроде Килограмм Покупала Он такой Огромный А 250 грамм Просто он До хрена Большой Такое ощущение Что Какого-то Сена Пересушенная Взяли Укроп Супер Пересушили Ну Я отзывы читала В общем Я не знаю Кто эти отзывы Потому что Просто повезло Он у меня Где-то там Стоит Я чувствую Его Измельчу Совсем Муку И буду Смешивать С каким-нибудь Вуптан Зафигачу Или Еще с чем-нибудь Смешивать Или Отвар для волос Сделаю Сделаю Отвар для лица Протирать Тоник Короче Ну Так себе У нас просто В прошлом году Был какой-то Неурожай укропа Точнее Мне его И был неурожай Мне его зажилили В этом году Мне его тоже Как-то По большей части Зажилили Но что-то Мне перепало Немного И я в прошлом году Купила вот эту штуку Хрень Так А что я тут Как-то Пусть вот Дети любят Все это Что у меня Такое Тут было У меня Законченный Фаворит Фруктоза Натуральный Фруктовый Сахар 500 грамм Я когда-то Давно Покупала Еще при Марусе При бабушке Своей делала Даже варенье На нем Фруктозу Такая мелкая Пудра Вообще А тут Крупный Помол Ну сахар С сахаром Но он Не понравилось По вкусу Совершенно Покупала У нас Что-то По скидке В магните 10 марта 21 года Оно сделано И жило бы Не дожило Я его В какие-то там Десерт Не десерт Ну короче По большей части Пыталась его По-быстрому Сбагрить Даже бабушке По-моему К чаю его Выставляла Как тупо сахар Она вообще По-моему Не просекла Разницы Выкинуть Не покупайте Такую хрень Купите Какую-нибудь Другую Фруктозу Если уж вам Пискичет У меня тут Есть бумажка От моего Любимого Марципана Зентис Я как-нибудь Сама сделала Марципана У меня сейчас Нет миндаля Денег нет На этот миндаль Когда будут деньги И желание Я куплю себе Миндаль И сделаю себе Марципан Потому что Я как-то так Очень вкусный Марципан Если ты Зритель Любит марципан Видишь Такой марципан Купи Можешь купить Мне и себе Вкусный Марципан Я такой Из Эстонии Привозила Так У меня тут Еще какой-то Чай закончился Ричард Лорд Грей С ароматом Лимончика В смысле Апельсинчика Хороший Кстати чай Так У меня Она вообще Почти сегодня Закончилась Я тут на ней Сварила суп Картошка Растворимая С солью И он И что-то мне так Вообще не понравилось И мука Оказалась Уже просроченная Может быть Картошка С муком С горохом Как-то не сочетается Хотя в супе В гороховый суп Картошку кладут И нормально В общем Не прониклась Ни я Ни кошка Я сегодня На части Оставшейся муки Сделала Это у нас Кстати Это пудов Гороховая мука Вообще У пудова Гороховую муку Покупала Она вполне нормально Делала Можно сделать вкусненький Такой Кремовый суп Пюре На муке Гороховый Но вот Когда срок годности Выходит Оказывается Срок годности Вышел почти год назад Она несъедобная Из нее можно Только вот Сделать Какой-нибудь там Маску для волос Или типа того Волосы Помыть Там еще на раз Осталось Чтобы с орехами Этими мыльными Смешать с отваром И помыть башка Но мне вообще нравится Мука Вот от пудов С пудов Хорошую муку делают Но Потом мне Как-то подписчица У меня еще был Только блендер Который мне подружка Отдала Мы с ней уже Полноценный админ Сделали Это конкретно Мой блендер Потому что Я ей другую штуку Отдала Которую Я обозревала Но еще до сих пор Не поюзала В действии Как-нибудь Всподоблюсь И почищу Ей эту самую Можно Тупо Ей можно почистить Батарею Ванну И так далее Короче У меня был Есть блендер Браун Стационарный На 800 ватт И мне одна Подписчица Сказала А ты муку Сама делаешь Или покупаешь Я думаю Блин Я ведь могу Сама сделать Я в нем Сделала муку Из гороха И я поняла Что можно Гороховую муку Терни покупать В общем вот Гороховая мука Хорошая Кунжут 150 грамм Продается В Ашане Орикон Ну по крайней мере Я в Ашане его покупала Хороший кунжут Любишь кунжут Покупай такой кунжут Не прогадашь Так Мои первые семена Чья Для тебя с любовью Фударт Премиум 100 грамм Уругвай 18 мая Прошлого года Сделанный 12 месяцев Живет В пятерке По 119 рублей Он продавался Сейчас по-моему Тоже продается Не знаю сколько стоит В итоге Я потом купила себе Килограмм А потом купила 900 грамм Он у меня пока Еще лежит там У меня еще оставался Тут от того килограмма Немножко Но я на Вайтбрис Прочитала Какого-то представителя Бренда Совет 3 столовые ложки На стакан херак Водой залил И будет тебе счастье Хотя вообще-то Пишут что Чайную ложку На стакан Ну короче говоря Видимо там Такой профаной Желаем Это есть Ближайший месяц Точно Только это есть Больше ничего не есть Воды чтоб не пил Только это Сволочь такая ел Потому что Это очень много Там ну в общем Не то совершенно У меня столько Вот 3 столовых ложки Ушло Потом в итоге Выкинулась А мне бы этих 3 столовых ложек Еще на приличные Охватило Учила-то Что в одной столовой ложке Примерно 3 чайных И 3 Это на 9 применений Мне бы его хватило Ну в общем Вот первые мои Семена Чья Очень хорошие Я там даже чувствую Какие-то семена Чья Если Что вдруг Вот в пятерке Продаются Советуйте Зритель А я тут Вторая бутылочка Фаркьони В первом пакете Была и во втором Хорошее масло Хорошее Покупала По 77 рублей За бутылочку Минимум В заказе Должно было быть Две бутылочки С куцым Сроком годности Но очень хорошие Виноградное масло Не то что это День и ночь Вообще Такие семь У меня тут Айба Короб сильный Обжаркий Порошок 500 грамм Он у меня Все еще есть Просто я его Пересыпала Более удобный формат Очень хороший Если делаешь С молоком То как кофе Черный с молоком Если делаешь Без молока То вообще Как кофе черный Без сахара Почти без сахара И молока Ну короче Крепкий черный кофе Можешь сделать шоколад Но будет не такой Вкус Лучше Брать Слабые Обжарки Короб Но Вот у этой фирмы По-моему Слабые обжарки Ну только три Слабая Слабая Средняя И сильная Вот у той фирмы Которая до этого Обозревала Я не помню Название фирмы По-моему Мое здоровье Или что-то в этом Роде Или здоровая семья В этом ролик Хороший Вкусные Таких колбасок Сэнчу А то Малейская сказала Магазинчик закрылся После моего Прихода А я тогда много Чая покупала И вот У Конунга На развил Был хороший чай Вот там был Действительно Хороший чай Вот это Сэнчо Это какое-то Я не знаю Днище Такое От безысходности Выпьешь Так Сливки 33% Светлогорье Ультрапастеризованное Массовые доли Жир Естественно 33% Белорусские Троицы Хорошие сливки Можно взбить С сгущенным молоком В морозилку Сунуть Ботки Мороженка По составу Тут просто сливки Еще домик Деревня Там 33 или 35% Жирности Не помню Там вот действительно Тоже сливки А бывает Знаешь Берешь зритель Сливки А внутри Карриган Еще какая-то Хренотень Еще какая-то Хренотень Не так думаешь Сливки Лето вообще Вот это Хорошее молоко Молоко Сухое Безжиренное Один с пользой Тут было 400 грамм Что-то оно 100 что ли Рублей стоило С копейками 103 мушт рубля Я помню Покупала Раз купила Потом еще купила Потом еще купила А потом оно стало Уже дороже Я уже его не покупала Жаба душила Хренли Когда ты знаешь Что можно купить За 100 Допустим 2 рубля Ну ладно За 110 рублей 400 грамм Такого молока Обезжиренного 1% жирности А оно вдруг Продается за 500 Естественно Ты такое молоко Уже покупать не божешь Хренли Так У меня тут Матя Джой Органический Японский чай Для смузи Десертов И латте 100 грамм Что-то он тогда Бюджетно На озон стоил Но потом Он что-то Стал стоить Небюджетно И он По запаху Вкусный Практически Еще чуть-чуть Рядом с тем Который мне Никитоз присылал Хороший чай С молоком Вкусно Но все же Не бодрит У меня тут Был ванильный Сахар Доктор Какой-то там С натуральной Ванилью С молотым С ручком Ванили Хороший сахар У меня тут Был Чего это вообще Маккорн Карамель Воздушная Кукуруза 180 грамм Да, я иногда Покупаю Хороший кукуруза Чего составить Такой Состав Зерно Кукурузы Сахар Масло Подсолнечное Рафинированное Все Допускается Наличие Нераскрывшихся Зерен Действительно Немножко Там их было Без содержания Пальмого масла Хорошая штука Не помню Где покупала А почему покупала Я крайне редко Вообще По порну Дышу довольно ровно Как-то на каком-то Дне города Купила себе Стаканчик И долго-долго Ела Я не из тех Кто там сидит Киношку смотрит И лопает попкорн Я вообще не догоняю Этого прикола Потому что Мало ли что Ты в рот Все можешь сосунуть Случайно Лучше пожрать А потом посмотреть Или смотреть Или смотреть То, где можно Жрать И фоном Смотреть И лучше Что-то путное Пожрать Чем вот это Вот Так, что у меня тут Такое Декстроза Глюкозокристаллическая Гидратная Биоросфа Парашная Декстроза Была Килограмм Дата изготовления 7 апреля Этого года Днище Не покупай Декстрозу Если тебе надо Лучше Микстрим Купи Или как там Она Которую В предыдущем Видео Этого плана В этом Паристе Обозревала Конжут Белый Конжутное Семя Белая 1,5 кг Хобби Хелкер У меня От Хобби Хелкер Была декстроза 3,5 кг Она была По качеству Как вот Это говнище Ощущение Что там Не только Декстроза Ну виноградный Сахар Но еще Какой-то Крахмал И что-то еще Что скрипело На зубах А вот Конжут Очень хороший У меня еще Немножко осталось Я еще С родственниками До этого Делилась Хороший Конжут 7.06.20 Он создан И 36 Месяцев Живет Не помню Почем Покупала Нигде Тоже Ну что-то Или 450 Или как-то Так Ну короче Как-то Он тогда Выгоднее Был Чем Все остальное Пюрешко До 2,5 кг Готово Пюре Без гамма Быстро Вкусное И легко Как составит Пюрешко Ты где Картофель Слежный Эмульгатор Е471 Готово Эту хрень Покупала В светофоре Мне тупо Интересно Было Что такое Вот это С минимой Химической Хренотень Пюрешко Ну что-то Как-то От безысходности Сожрешь Вспомнишь Свою Студенческие Годы Когда в общаге Живешь И покупаешь Стаканчики Разливаешь Лады И хамячишь Так Сахар с корицей Катани Нормальный сахар Так Это что такое Ох ты Я как-то Покупала Маршмеллоу Я периодически Покупаю Вкусненький Такой Вообще Не знаю Где покупала Что у меня тут еще Молоко Сухое Обезжиренное 350 грамм 1% Жирности Хорошее Сухое Молоко Если его По выгодной цене Покупать Особенно Давай без карта Брала Я по большей части Там всякие Сутье Молоки брала Так Здоровое питание Какао-масло Нерафинированное Продукты 22 века Хорошее Какао-масло Вот такими Кусочками Это если ты Шоколад Домашний Делаешь The original Boucheron Milky Это Кажись Мне Шоколадка Перепала За Какой-то Кукпетовский Конкурс Это Большое Село У нас делает Находится Между Угличем И Яриком Та фирма Которая Делала Тот Кофе Который Воняет Псиной Вот шоколад У них вкусный А кофе Нет Чего это такое Победа Классик Шоколад Пористый Молочный Хороший Шоколад Я помню Раньше у Победы Был такой Шоколад Сливочный Кажется С вишней Ой Мне так нравился Он продавался Исключительно В Дикси Потом он куда-то Пропал из продажи Потом я видела Уже На Озон Но там надо было Купить что-то 10 шоколадок Минимум Ну набор Такой Из 10 шоколадок Я думала Сколько На хрен Мне столько Вообще Я столько Не сожру Но у меня Голд лежать Нет У меня конечно Есть человек Который Может чаем Захомячить До хрена Шоколад Такого Но как-то Тоже Много этого Шоколада Не сожрешь Только А вот По одной Штучке Что-то Не продавали Хороший Я иногда Покупаю Шоколадки Хотя Самом Состояние Сделать Но иногда Вот так тянет Хочется Вот уже Пришел Развернул С чаем Захомячил Без всяких Лишних Делодвижений Так Добрый Удой Сухое молоко Обезжиренное Жирность Полтора Процента 250 грамм Там еще Что-то Есть Хороший О У меня Тут Вот это Творог Закваска От Багздрав Который Мне присылали Тогда Вот назад Уже Наверное Полтора Года Назад Ну Закваска Как Закваска Знаешь Зрители У меня Вот есть Какой-то Бифидумбактерин Что-ли Я тоже На нем Потом Пыталась Сделать На постерилизованном Молоке Кефир Все нормально Можно купить Какой-нибудь Бифидумбактерин Или Типа Того Обычную Фигню Которую Разводишь Водой При отравлении И хаваешь И использовать Ее Вместо Закваски Какой-то Супер Дорогой Заправка Для борща Маги Хороший Состав Родня Меня с ней Познакомилась Периодически 250 грамм Покупаю Когда в магните Бывают по скидке Но сейчас У меня есть Заправка Для борща Самопальная Родственниками Сделана Еще есть Свеколка И все остальное Чтобы можно было Сделать Не используя Закваску Для борща Станция Молочная Сырок Творожный С молоком Сгущенным Вареным Шоколадной Глазурью Хороший состав Я покупала Иногда В пятерке Когда бываю Там И вижу Вот Солнечная Была Там как-то Так сделали По-дурацки Все за стеклянными Дверьми Смотришь в очках Это все Отзеркаливает Тебе Ни хрена не видно Неудобно Совершенно Если буду Потом Пятеркина Гражданская Надеюсь Там нету Еще этих Дурацких Стеллажей Стеклянных И куплю 40 грамм Мне нравятся Вот такие сырки Хотя я в состоянии Сама Сделать что-нибудь Такое Я даже видела Уже кучу рецептов Сырков У меня в инстаграм Куча закладок С этими сырками Глазированные И просто Ну Как бы У меня даже Сегодня есть творог Уже я его делала С варенькой Вкусненько С Этой Жимолосью Немножко Молочка Добавляла Блендером Погруженным Который мне Подписчица Подарила На день рождения Года два назад Расфигачила В такой креме Вкусно Но иногда Вот так же Как молочный шоколад Хочется Уже готово А пришел Развернулся Чаем Захомячил Слушай Еще один Пакетик Того молока Который тут уже был Чего это такое О Молоко Сгущенное Вареная Вафельная Трубочка С начинкой По-моему Оно даже Без этого Да Тут подсолнечное масло Короче Хороший Сосат Романов По-моему Я в пятерке Ее видела Или в магните Я уж не помню Ну где-то Я такую видела Если периодически вижу И мне при этом хочется Я покупаю Хорошая трубочка Мне сегодня с чаем Угостили трубочкой Похожей Тоже Покупной Смотрите Благгрины Интернет-магазин Зеленого чая Хихулудзин 50 грамм О, это очень крутой был Чай Он шел еще по скидке При этом В прошлом году Тут даже что-то Вон еще можно Наскрепстить Совсем чуть-чуть По виду-то он По этой Трибуке Выглядит как То, что выдают То, что китайцы Выдают за китайскую Сенчу Или то, что выдают За японскую Сенчу Сделанную в Китае Короче Китайская Сенча Это Лудзин Хренового качества А вот тут Лудзин Очень Душит Очень классно Жаль Больше не продается Или продается Но Стоит столько Что мне жабы душат Мне столько Не донатят Сколько он стоит Мне вообще Мало донатят Не, ничего Можете не кидаться Не, вообще Я знаю, что сейчас Меня последние Месяца полтора Смотрят Десять, наверное Максимум Хейтеров Которые К любому слову Придираются Придеритесь К этому слову Придеритесь К этой фразе Напишите Больше комментов Под роликом Мне будет приятно Нет, я не мазохист Но как бы Когда больше комментов Движ какой-то Идет Шадринское Концентрированное молоко 7,1% жирности Вкусно С 1979 года А у нас в Магнете Продается Что-то 300 грамм Я что-то на него Все смотрела Смотрела Но что-то я им Не прониклась Ощущение, что Оно нифига Нету там Вот этой жирности Бывает такое Концентрированное Сгущённое молоко Без сахара Просто сгущённое молоко В таких железных баночках Оно реально Концентрированное Такое соленоватенькое Его можно разбавить Водой Будет такое Нормальное молоко Тут Будто сливки 5 какой-нибудь Процентной жирности Хрен ценно Причём вода Окрашенная С экстрактом Сухого молока Парашка Чай разбавляйте Ни то, ни сё Кино Ашан Древний Древний Злак С клонов Анг Почему-то я мысленно Прочитала С клонов Анг Моё единственное Кино, которое я ела Я что-то Ну оно как бы Немножко Большим Если его чуть побольше Чем нужно Чем можно Поешь Или почаще Чем Почаще его допустим Поешь За 2 дня подряд Поешь То оно Плохо на пищеварение Моё влияет Хотя оно мне понравилось Я всё периодически смотрю У меня там То в вазон В закладках висит Это кино А то на вайтбрис Иногда добавляю Но у меня куча других Круп И сейчас финансы Поют романсы Вот снова Поэтому я решила Пока хотя бы Большую часть Ну ладно Хотя бы половину Тех круп Что у меня есть Не сожру Кино покупать не буду Плюс сейчас Всякие овощи Я что-то С этого Ну короче С сентября Как сюда приехала Уже на поможи С деревни Как-то больше По овощам Кушёным там Свежим Как-то так У меня тут пакетик Великолугский Мясокомбинат Бост По-моему От варёной колбасы Она мне сначала Очень нравилась А потом Что-то у нас С ней не сложилось Приелась Ну А у неё состав хороший Если она идёт По скидке То её вполне реально Купить Там Ну Когда идёт По 110 рублей Где-то За вот этот Полкилограммовый Рулончик В сам эту Домашняя каша Экопродукт 7 злаков Не требует варки По-моему Тут это у нас Пшена Гречиха Пшеница Ячмень Рис Овёс Кукуруза Я такую покупала В светофоре Где-то год назад Больше не видела Вкусная Хорошая каша Водой залил И всё готово Но я её правда Проваривала Тогда она вообще Кайфовая становилась Этот ролик Наверное Тоже начался год Кантата Японская Рипа Зелёный чай Апельсин Липовый цвет Мне кажется Её дарила Подписчица Света Из Москвы Которая Косметику Тут мне пару раз Назад присылала Хороший Вкусный чай Спасибо Так Это чего вообще Органик Велнес Я не знаю Чё это А Я вспомнила Тут были эти Семена Базилика Этот Тулси Семенатулси Хорошие Семенатулси Там я тогда На обзор Моиндия Присылала На мой выбор Год назад В России Тоже можно найти Правда У другой фирмы Но тоже Семенатулси Вполне себе И тоже Сволочи дорогие Так Конфеты Театральная помадка Очень хороший состав Иногда покупаю В магните Когда вижу Особенно Если она По скидке Очень мне нравится Помадка Тут вообще Кайфовая Может я Как-нибудь Сама Сподумлю Сделаю Помадку У меня Даже Есть Шприц Который Я по-моему Даже Еще Не обновляла С этими Насадочками Что-то Выдавливать А может И обновляла Можно Этим Шприц Потом Подавить Эту помадку Хлопья Рисовые Не требуют Варки 250 грамм Злотич Продукт Зырого питания Вот не помню Или в Ашане Покупала Или опять же В светофоре А нет Я вспомнила Я их покупала В Ишириге Ну В суп я их кидала Чисто для загустения А так Они мне не понравились В виде каши Фигня какая-то Ерунда Гарнец В общем Мне нравится Мука Пудов И гарнец Гарнец Грешневая мука Хорошая мука Тут вон Вырезана Потому что Тут всегда На такой муке Какой-нибудь Рецептик есть Что за рецептик был Не знаю Уже у меня где-то У меня есть папочка Никитос Подарил Там с Мадокой Может еще кто-то Мадокой И Хамура Короче там Мадокой И еще что-то С Мадокой Я туда фигачу Эти рецептики Почему-то У меня лежит Пакетик Спасибо Что он тут делать Не знаю Хороший пакетик Надо убрать Подальше Потом от кошки А то она любит Трать пакетики Что это У меня тут Есть черный чай Гунфу Блэк Ти Который Выдавался Как типа Пуэр Но в самом деле Это не Пуэр Просто черный Ну как бы Красный Присоланный чай То что В России Принято называть Как черный Присоланный чай В виде блина Фудзиянь Ну такой Юнанский чай Присоланный Блин Ничего такой Линклонг В предыдущем видео Тоже был этот Линклонг В такой красивой Коробочке Вот с такой Штуковиной Мне так никто В комменты Не написал Хотите вы СМР Смотрите Или нет То ли те Кто любит СМР Не досмотрели До того момента То ли вообще Не видели Это видео Вот Хороший Блин Когда по скидке Так самое Это тоже Иногда покупаю Мне прет Этот рисик Воздушный Праздник Сластеный Рис Карамели Глазированный Воздушный 60 грамм У него одно время Был очень хороший состав А потом он как-то Больше попадается С какой-то хренью Ну типа пальма Масло А тут сейчас Рис Крупа Карамель Сахар Питьевая вода Масло Подсолнечное Рафинированное Дезорированное Патокарометизатор Нормальный состав Его наверное Принято с молочком пить А я Кусаюсь чаем Вкусно Такс У меня тут чай Какой-то был Кенсингтон Помнится Я его покупала В подарок На день рождения В довесок К подарку На день рождения Человеку Но человек Меня в итоге Не позвал на день рождения Я сама его выпила Хороший чай Но вот этот лучше Так Корица молотая Магета Хорошая корица Так Иси Кэпплю Кэээнтээм С 2012 Года Баймахо Беловолосый Обезьяна Изысканный Ритм Зеленый Чай Честно говоря Так себе Средненький Такой Ни хрена Не ритм Может он Конечно У них лежал Неправильно Хранился Изначально Из какого-нибудь Большого мешка Доставался Но по-моему Он изначально Таким хреновым был Желатин Пищевой Каждый день Нормальный Желатин Желатин Как желатин Нет и чего Такое Крупа Моя цена Пшеничная По-моему Обычная Совершенно Крупа Крупа Пшеничная Полтавская Тоже Вполне себе Обычная Крупа Вообще Как бы Разницы нету Как-то покупала Такую же крупу Какой-то супер Крутой фирмы Раза в три Дороже Вообще Разницы нету Только что Типа бренд Так Пектин яблочный Для джема И варенья С пудов Ну Я не поняла Вообще Как работать С пектином Но вот Человек у меня Друг Пользовался Для которого Тоже покупала Такую пектину Человеку понравился Я тупо Просто не поняла Пектин у меня был От другой фирмы Не только От пудова Что-то Мы с ним Не поняли Друг друга Мне больше Азар нравится В этом плане О Светлогоре Молоко Сгущенное С вареным Сахаром Сахаром Вареным С ванильной Трубочкой Я не помню Что тут Составом Сейчас Смотрим Вот тут Вообще Слушайте Масло Масло Сливочное Тут Нет Раститель Подсолнечного Нет Масла Тут Вообще Круто Состав Если Вдруг Увидите Где Любите Такие Трубочки Советую По-моему Я ее В пятерке Покупала Это Что Вообще Такое А Это Соевый Соус Сэнсэй Классический Ну Такой Нормальный Соевый Соус Жиденький Конечно Не такой Как Омой Но Хороший Тут Вода Соль Бобы Пшеница Соль Сахар Нормальный Состав Главное Пофиг Что он Жидкий Агар Агар Трапеза Загуститель Растительный Пищевой Качество Проверено В составе Сахар И Глюкоза Учитывая Что там Не только Агар В смысле Не сахар И глюкоза Агар И глюкоза Он Нормальный Но он Бодяженный Глюкозой Поэтому Вот если Куда-то Добавляете То надо Это учитывать И не один Пакетик А парочку Или троечку На безрыбе Конечно И рак Рыба Но Если есть Выбор То лучше Его не брать У меня Закончилось Глюкоза Это Марка Пятерочковая Как мне Подружка Сказала Вот знаете Я поняла Что оно Мне напоминает А они Одинаковые Будто из одной Бочки Разливались Ни хрена Оно не виноградное Там что-то Еще есть У меня тут На полу Столько Этих Пакетиков Вообще Что это Ух ты Какая-то Бумажечка От какой-то Конфеточки Нильс КДВ Со вкусом Зеленого Яблока Короче Какая-то Карамелька Мне кто-то Угостил Мне они Понравились Еще Бумажечка От другой Карамельки Нильс Со вкусом Вишни Может Тут Присылал Я не знаю Ждало было Может Просто Кто-то Угостил Но они Мне понравились И еще У меня Тут Карамелька Знаю Я купила Нильс Со вкусом Апельсина Вот Специально Видать Оставила Чтоб Показать На камеру И самой Вдруг Вспомнить Что оно Мне нравилось Чего это Вообще Бумажка Из-под Масла Сливочного Что Хочет За масло Валуйки Вот Хорошее Масло Сливочное Хорошо Что Я его Положила Сюда Надо Вот Если Увижу В магазине То Куплю Валуйков Мука Гороховая А Значит У меня Вся Мука Гороховая Я просто Была Я помню Покупала Два По цене Одного Я еще Искала Думаю Блин У меня же Еще была Мука Гороховая А это Закончилось Еще раньше Как раз Еще не успел Срок годности У нее пройти Когда она Закончилась Тут вообще Какой-нибудь Рецепт Есть О Гороховая Ладья Надо Вот Отсюда Взять Этот Рецепт Ну Естественно Да Этот Куда Рисовая Лапша Флэбон Ями Ями Без ГМО Покупала Год Где-то Назад В этом В Светофоре Честно Параша Такая Вообще Вот Рисовая Лапша Она Вкусная Тут Такое Ощущение Что Это Хрень Какая-то Рисовая Мука Вода Соль Ерунда Что тут у нас Вкусная Тека Смесь Лаковая С кунжутом 50 грамм Хорошая Я как-то Добавляла В хлеб Ну Немножко Пожрал А вообще Добавляла Большую часть В хлеб Но в рецепте Не было Этого Добавлено И соответственно Надо было Печь Немножко Подольше Короче У меня Не получился Хлеб Как-то Он не так Вышел Не то Но Сама По себе Она вкусная Я в итоге Поняла Что если Есть Какой-то Проверенный Рецепт Ну В смысле Какой-то Рецепт Типа Как Пачки Гарнец Там Или Муки Или Пудов То надо Искать Вот Нормальный Рецепт Где есть Семена А В обычный Рецепт Где нет Семен Нихера Чите Семена Или Гуглить Как-то Чтобы Понять Сколько Это Печь Чтобы Продукты Не испортить Это Вот Кантата Черный Чай С кучей Всякой Такой Вкусной Хренотени Это Тоже От Светы Которая Посылала Мне Зеленый Чай Косметику С первой Посылкой Чем Вкусный Спасибо Свету Если Врух Вы Любите Чаи У вас Есть В городе Кантата Можете Се Купить Вафли С фруктовой Начинкой Утонченная Форма Ароматная Начинка Мне Такие Тоненькие Вафлики Две Квадратненькие Вафлики Внутри Пластойка Очень Нравится Раньше Другая Фирма Я их Упускала Но В Дикси Есть Диксевская Какая-то Фирма Иногда Можно Купить Это Что За Хрень А Блэк Ти Тоже Линг Лонг 24 Штучки В одной Ну Такая Шоколадка Кусочками Черный Чай Черный Прессованный Чай Ну Тоже Красный Прессованный Чай В форме Шоколада 100 грамм Честно Так себе Вот Тот Который Блинчиком Он был Как-то Более Качественный У Этого Оно не расходилось Надо было долго Заваривать Завариваешь 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 Оно уже и заварку Не дает Но оно все равно Еще не разошлось Вот этот Пресс Это что такое Какао Тертая Натуральная Веган Фуд Сколько грамм Это хоть было 200 грамм Какао Тертая Натуральная Перетертая Какао Бобы 4 мая 2020 года А вот Тут В другой Ставле Написано Что есть Играмм Хорошее Какао Масло В смысле Какао Тертая Это Чего Гонсин Пуэр Императорский Пуэр 100 грамм Хайленд Покупала На Вайберис Как раз Где-то Год назад Когда у них Эта Распродажа Была Вообще Не Гонсин Какая-то Параша Не, это Пуэр Какой-то Там Вообще Не знаю Третьесортный Но это Не Гонсин Гонсин Он С молоком Такой Как земля А без молока Совсем Как земля А если его Сварить Еще В какой-нибудь Турке В молоке Сварить То он Совсем Как земля Но с него Жрать не хочется Часов Пять У меня был Помню Гонсин О Вот это Оно Ну и еда Тоже Эпам Тысячный Синергетик Давно Чуть не покупала Он был Сроком годности До 26 февраля 21 года Один к пяти Капелька И в глаза Разводить Капелька этого Пять капелек Воды Фильтрованной Допустим И в глаза Закапывать Тут что-то Еще осталось Он у меня Короче Просрочился Можно под язык Капать Можно там В чашечку Накапать Чисто глотнуть Хорошая штука У меня зрение Все время После ДТП Было Минус 20,5 А потом Стало Минус 13,5 Благодаря Вот этим каплям Но у меня Разница В полдиоптрии Один Минус 13 Другой Минус 13,5 Левый Видит Лучше Бьярики Продается Знаю В аптеке Сибирское здоровье По-моему На свободе Где-то Последний раз Я туда ездила Специально Чтобы вот это Купить Но В Ярике Как знаете Уже два года Не была Можно купить Еще на Интернет-магазине Алтайское здоровье По-моему Аптека Ну Аптека Или Алтайская аптека Как-то так Я там пару раз Заказывала Посылки Ну конечно Это В Ярик съездил Что-нибудь Закупился И зашел туда Это выгоднее покупать А тут За доставку платишь Но с другой стороны Если В Ярик поехал То за дорогу Платишь За автобус В общем вот Если у вас вдруг Проблемы со зрением То Это штука Даже когда С компьютером Долго посидишь Глаза устают Капаешь И проморгался Все ништяк Или утром встаешь Мало спал Капаешь Проморгался Все ништяк Но я сейчас Немножко изменила себе Рацион питания И у меня как бы Нет таких проблем С глазами Это мне надо Очень сильно Ну неделю Допустим Спать по два По три-четыре часа И много там сидеть С компьютером Или еще где-то Когда уже вообще Мост не соображает И надо хотя бы Пару суток Поготовить на кухне Чтобы Молги разгрузить Тогда да Немножко сменила Рацион питания И Как бы стали Не нужны Можешь как-нибудь Закажу Зритель не поверишь Это все Вот такой у меня Обзор Съесть или выкинуть Пустых баночек И не совсем Пустых еды В плейлист Съедобная Несъедобная Всем спасибо Кто осилил до конца Если такие будут Всем пока До новых встреч